Всем доброго времени суток! В сегодняшнем видео уроке мы попытаемся с вами сделать имитацию конструктора Лего. Вот у меня есть рисунок, как будто бы на конструкторе Лего. В конструкторе Лего каждая ячеечка имеет свой цвет, а у нас это будет просто имитация. Мы на рисунок накладываем вот такую вот маску и у нас получается, скажем так, иллюзия конструктора Лего. Для того, чтобы сделать настоящий, очень близко похожий к реальности конструктор Лего, понадобится фотография с очень большим разрешением, но тогда на ней потеряются наши ячеечки. Нам для фотошопа, для прошел продюсер, в принципе, достаточно и вот такого вот рисунка. Поэтому давайте попробуем сделать такой эффект. Для начала нам нужно сделать маску, которая будет выполнять роль вот этих вот ячеек. Я захожу в файл, создать и выбираю здесь пикселей, пусть у нас будет 50 на 50 пикселей. Ширина, высота и разрешение 72. Ок. Это мы можем пока закрыть, оно нам не надо. И будем работать сейчас вот этим маленьким квадратиком. Я его увеличиваю, чтобы было удобно работать. Самое первое, что нам нужно сделать, это залить его серым цветом. Для этого мы заходим в редактирование, выполнить заливку. Здесь выбираем 50% серого, режим нормальный и непрозрачный 100%. Нажимаем ОК. Вот у нас получился такой квадратик. Теперь нам нужно перейти на новый слой. Здесь у нас должен стоять белый цвет. Вот он у нас есть. Выбираем инструмент Ellipse. Нажимаем клавишу Shift. И рисуем вот такой вот кружочек. Чуть больше, чуть меньше, это не столь важно. Переходим в инструмент перемещения и выставляем этот кружочек посредине. Плюс-минус так, чтобы на глаз нам было видно, что он вроде бы посредине. Дело в том, что он будет очень маленький, поэтому тут излишняя точность совершенно не нужна. Теперь для того, чтобы сделать вот эту ячейку очень похожую на лего, нам нужно перейти в параметры наложения. Мы стоим на верхнем слое, нажимаем правую кнопку мыши и в открывшемся меню находим параметры наложения. Вот у нас открылось вот такое окно. Давайте мы сейчас переместим, чтобы лучше было видно. С чего мы начинаем? Начинаем с тиснения. Вот мы выбираем тиснение левой кнопкой мыши. И будем теперь редактировать те параметры, которые нам нужны. Значит здесь мы оставляем внутренний скос, метод выберем жесткая огранка, глубина у нас остается 100%, размер мы поставим, давайте 2 пикселя оставим, смягчение 0, здесь мы поставим 90 градусов угол, а все остальное оставляем по умолчанию. 30, экран, 75, 75. Теперь нам нужно перейти в параметры наложения по умолчанию, нажимаем левую кнопку мыши и здесь убираем непрозрачность заливки, вот этот движок, до 0%. Вот у нас появилась вот такая вот ячеечка. Теперь нам еще осталось сделать для нее тень. Переходим в тень, нажимаем левой кнопкой мыши на нее, чтобы она стала активной. Здесь смотрим непрозрачность, выставляем до 100%, угол у нас 90, смещение мы поставим 0, размер выберем 2, 2, и все остальное у нас остается по умолчанию. Все, нажимаем ОК, с этим слоем мы разобрались. Теперь нам нужно сделать еще нижнюю часть вот этого квадратика. Переходим на этот слой, нажимаем левую кнопку мыши и снова выбираем параметры наложения. Правой кнопкой мыши щелкаем по нему, выбираем параметры наложения и здесь делаем почти то же самое. Заходим в тиснение, оставляем здесь внутренний скос, здесь оставляем тоже плавное, глубину делаем 103%, размер возьмем единичку, все остальное оставляем здесь по умолчанию. Кроме вот этой непрозрачности, здесь мы поставим 25%. Теперь нам нужно еще сделать здесь обводку. Заходим в обводку, здесь ставим единичку, размер, положение выберем внутри, и непрозрачность мы здесь поставим всего лишь 10%. Вот так, чтобы у нас образовался некий промежуток между ячейками. Все, нажимаем ОК. И таким образом наша ячейка готова. Давайте ее сохраним. Она может нам пригодиться еще. Поэтому я сохраняю ее в файл, сохранить как. Выбираете папку, даете имя и сохраняете. После того, как вы сохранили, эта ячейка у нас будет 50 на 50 пикселей. Давайте сделаем еще одну, поменьше. То есть мы можем уменьшить ее в два раза, чтобы у нас был более мелкий рисунок лего. Для этого я захожу в изображение, размер изображения, и вот здесь вместо 50 поставлю 25. И высота тоже 25. ОК. У нас получилась ячейка еще меньше. И эту ячейку мы тоже сохраняем. Теперь для того, чтобы воспользоваться ей как маской, мы должны определить эту ячейку как узор. Для этого мы заходим в редактирование. Определить узор. И даем ей имя. Пусть это будет, допустим, лего 25. Лего 25. Почему 25? Потому что 25 на 25 пикселей у нас ячейка эта. И нажимаем кнопку ОК. То же самое мы можем вернуться назад. Там, где у нас была ячейка 50 на 50. И точно так же ее добавить в наш стиль. Заходим в редактирование. Определить узор. Назначаем ему имя. Лего 50. Нажимаем ОК. И у нас появляется такая же ячейка в стиле. Это мы можем уже закрыть. Мы его сохранили. А мы открываем нашу фотографию. Вот у меня рисунок, который мы сейчас сделаем в виде ячейка лего. Добавляем сюда новый слой. Выбираем инструмент заливка. Заливка. Вот здесь выбираем регулярный. Открываем вот эту кнопочку и ищем. Вот у нас ячейки. Видите, подсветилось лего 50 на 50. Ну вот, давайте ее выберем. Я нажала левую кнопку мыши, перехожу на наш новый слой и просто щелкаю левой кнопкой мыши, чтобы залить. Видите, появилась вот такая вот маска. Теперь нам нужно для этого слоя поменять параметры наложения. Я нажимаю на вот этот треугольник в слоях и выбираю линейный свет. И вот видите, что у нас получилось. У нас сразу получилась картинка с нашим лего. Видите, вот у нас немножечко здесь половинка осталась, здесь кусочек. Это мы тоже можем исправить. Мы можем зайти в редактирование, трансформирование, масштабирование. Немножечко колесиком я подвину, чтобы лучше видно было. И вот так вот подвигать. Мы можем вот здесь растянуть и вот здесь растянуть эту маску. И у нас получился рисунок полноценного лего. Нажимаю клавишу Enter. И вот такой вот эффект лего у нас получился. Но у нас есть еще одна маска. Давайте посмотрим, что будет, если мы наложим ее. Эту я сейчас закрою, добавлю новый слой. И выберем сейчас, инструмент заливка у нас есть, выберем сейчас ячейку 25. Вот она у нас. Видите, лего 25. Вот я ее выбираю и заливаю. Видите, у нас получились ячейки в два раза меньше. То же самое. Меняем параметры наложения на линейный свет. И видите, у нас получилось в два раза меньше ячейки лего. То же самое. Мы можем их подредактировать. Немножечко тут подвинем. И немножечко здесь можно подвинуть, вот чтобы лучше смотрелось. Нажали клавишу Enter и получили вот такой интересный эффект. Теперь эту фотографию можно разбить на квадратики и использовать в программе ProShowProducer. Будет очень интересный эффект, который вы можете посмотреть на моем сайте. На этом наш урок окончен. Всего вам доброго. До новых встреч.